Вы только посмотрите, какие завораживающие красивые места. И все это находится у нас в России, а точнее в Московской области, рядом с городом Воскресенск. А побывали мы здесь не без повода. Наш замечательный отдых в парк отеля Елочка превратился в обзор, который мы представляем вашему вниманию. Но сначала сюрприз от канала счастливы в путешествиях. Всем привет! А теперь сюрприз для наших внимательных зрителей. С этого обзора и наших последующих мы для вас будем делать сюрпризы. Прятать их на территории снимаемых отелей, городов. Вот первый наш сюрприз для вас. Мы его прячем. Парк отель Елочка. Кто сможет рассказать о нем лучше, как не директор? Посмотрим и послушаем. Расскажите, пожалуйста, про ваш отель. Сколько он человек готов принять? Сколько здесь есть номеров? Насколько человек рассчитан каждый номер? Если коротко, отелем пока это назвать можно с большой натяжкой, конечно. Но мы думаем о будущем, поэтому назвали сразу парк отель Елочка. Но на сегодняшний день у нас один гостевой дом, в котором с комфортом размещается до 16 человек. Да. Александр, скажите, пожалуйста, а можно ли снять вот один номер, допустим, а не целиком отель? Но вообще у нас такой опции нет на данный момент. Все-таки мы нацелены на компании, на большие семейные заезды, либо там компании друзей для проведения каких-то мероприятий и для отдыха на природе. А вот есть спрос на такой формат, чтобы полностью целиком компания арендовала отель? Да, спрос есть. И, в принципе, практически все выходные у нас расписаны. А корпоративы здесь бывают? Да, конечно. Многие компании и местные, и не только, проводят корпоративы. Очень удобно, что закрытые территории. Да. Да. И, то есть, кроме ваших сотрудников, никого больше нет. И еще я видела очень красивый шатер на территории. Вот он почти достроен. Да, это мы сейчас его достраиваем. Мы хотим, чтобы мы смогли принимать мероприятия с большим количеством гостей. То есть, на сегодняшний день мы ограничены немножко по своим площадям. А когда запустим шатер, мы сможем уже принимать более масштабные мероприятия, такие, как свадьбы, какие-то выпускные вечера и тому подобное. А можно ли будет арендовать только шатер? В данный момент нет. Шатер будет арендоваться только вместе с домом, потому что в доме у нас санузлы, в доме у нас есть кухня, которая все равно нужна для того, чтобы приготовить еду. Шатер, наверное, это все-таки сезонное такое-то сооружение, или оно будет круглогодичное? Пока он у нас, мы строим его в летнем варианте, но есть возможность в будущем его переоборудовать по всесезонной. И я думаю, что мы к этому придем. Ну, все будет зависеть от спроса, конечно. А если вы с детьми, вот тут ху-ху-ху, в хорошей эмоции, вели... Мне кажется, это не очень хороший пример. Вот, 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 где же... Оттуда, оттуда все дети прибежали, и здесь хороводы, хороводы... Тотурный балкон. Вот компания, здесь стол, сесть. Столик уютный, да. Клевое ощущение, да, когда мы одни вообще. А, кстати, открыто, нет? Потихонечку, может, посмотрим. Ой, так здорово. Ой, какой номер тоже уютный. Здесь, получается, диван, и вот там два человека. То есть, этот номер еще разбирается, то есть, двое детей. Еще двое могут, кстати, да, получается, либо трехместные для взрослых, либо два взрослых человека, двое деток, вполне. Пойдем другие заглянем. Наш дом, на двойник. Правда, открыто? Большая кровать. Получается, это тоже на четверый, фактически, номер. Шкаф, одеяло, белоснежные. Ой, здесь теплый пол. С легким паром. Спасибо. Блин, хороший душ, хороший напор воды, такой сильный. Тепленькая. Да, горячая вода, то есть, без проблем. Ну и как тянула? Мне очень нравится. Такой уютный, такой романтичный. Смотри, нам положили халаты, тапочки. О, это очень такой уютный, прям вот двухместный. Такой же, да? Аналогичный станет? Да, да. Он не отличается, кстати. Вот если тот номер был на большее количество человек, то эта ванна, скажем, ничем не ущемлена. Скажите, пожалуйста, по поводу организации питания в отеле. По организации питания на сегодняшний момент мы сами питание не делаем, но привлекаем мы либо своих партнеров, либо предоставляем гостям на выбор. То есть, они могут привлекать своих поваров, либо какой-то кейтеринг, ну, на свое усмотрение. Мы предлагаем своих партнеров, но не настаиваем. Ваши партнеры, это кейтеринг или это, можно быть, доставка готовой еды? Это местный ресторан, который просто обслуживает банкеты, которые у нас проходят. То есть, они его себя готовят, привозят сюда готовые. Здесь то, что нужно подогреть, подогревают и угощают. Это вот ресторанный уровень, да? Да. Немножечко более бюджетно, вот какое-то семейное, как вариант, как альтернатива? Разные есть. На самом деле, партнеры, да, есть на другой бюджет и подешевле. Но мы предлагаем разные варианты. А есть ли здесь возможность приготовить что-то на кухне, какие-то обычные блюда или, может быть, для детей, какое-то детское питание? Да, у нас полностью оборудованная кухня, со всеми нужными, с нужной посудой, со всеми нужными приборами, там, плита, микроволновка, духовка, все есть. То есть, в принципе, она для того, чтобы приготовить домашнюю пищу, она абсолютно нормальная. Чайник в номере или чайник где-то внизу, чтобы попить кофе, чай, может быть, в ночное время, в раннее утреннее? Ну, чайник все у нас есть на кухне и, в принципе, у гостей круглосуточный доступ к кухне, я думаю, с этим проблем нету, спуститься вниз, можно налить себе чай, кофе, подняться с этим в номер. В номерах чайников нет. Еще я видела очень интересную, очень уютную, компактную детскую площадку. У вас часто бывают посетители с детьми? Да, это очень часто бывает, и гости отмечают, что это очень удобно, приезжают на мероприятие, например, взрослые с детьми и дети заняты своими играми на детской площадке, которая находится рядом, то есть визуально дети под контролем и родители не беспокоятся за них. они всегда на виду и родители могут. И площадка, я посмотрела, что она очень функциональна и очень безопасна. То есть можно даже не стоять вплотную к ребенку, где-то издалека наблюдать. Очень все продумано. Ну, в общем-то, да, современная детская площадка, они там выполнены по нормам безопасности. Да-да-да, это прям даже вот видно. Да-да-да, там без острых углов. А территория у вас получается закрытая? Да, полностью, да. Какие еще есть у вас развлечения, доступные на территории отеля? Ну, на самом деле, мы вначале находимся нашего развития, планы большие, но на сегодняшний день доступен у нас гостевой дом. Сейчас вот запускаем шатер под мероприятие и прям рекомендую наш банный комплекс. Это русская баня, все это отдельно стоящее в лесу, русская баня с банным чаном, с холодной купелью. В принципе, все понятно, да? Так что, кто найдет, кто найдет, пишите комментарии и делайте фото, присылайте нам на почту. Всем пока. А что такое банный чан? Ну, банный чан – это такая интересная штука, своего рода купель, но подвешенная на цепях и подогревается дровяной печью. в любую погоду можно на улице наслаждаться горячей. Она на улице? Да. Она на открытом воздухе? Да, она находится на открытом воздухе и подогревается вода дровами, встроенной печкой и, в общем-то, комфортная температура воды и такие водные процедуры на открытом воздухе. Я не встречала такого по вашему описанию, прям, да, очень хочется посмотреть. Да, обязательно покажем. А какая температура? Температура где-то в районе 37-38 градусов. Мы там поддерживаем. Очень комфортная, да? Да. Плюс мы туда добавляем различные травы, специально человек этим занимается, травы там какие-то, не знаю, листики, еще что-то. Ну, все это очень так интересно. А на сколько человек такая купель? На одного, на двух? Вообще, наш банный комплекс рассчитан на 6 человек одновременно, посещение 6 человек. Если мы говорим про банный чан, то, ну, в зависимости от комплекции, там, 3-4 взрослых человека спокойно там, да, размещаются. Прямо с друзьями, близкой компании и вдвоем, соответственно. Да, да. Очень здорово. И по поводу непосредственно самой парной. У нас там чисто русская баня. Это, в общем-то, полностью каменная печь, которая топится дровами и которая дает очень интересный эффект, то есть очень своеобразный пар. Ну, это тяжело объяснить, но знатоки бани, они это понимают. Поэтому у нас уже есть постоянные посетители, которые каждую неделю застолбили свое время и ходят париться. А можно ли посетить только баню? Или тоже это идет в комплексе с бронированием отеля? Нет, банный комплекс можно посетить отдельно, по предзаказу в любое время. Сколько это стоит, в какие дни, в какое время? Банный комплекс у нас, значит, стоит 2500 рублей в час, минимальный заказ на 3 часа, то есть минимальная стоимость 7500. И это за человека или? Нет, это общая цена на 6 человек, за 3 часа. И вот это вот банный чан, да? Да, все это входит в стоимость банный чан, купель, полотенце, простыни, чай на траву, то есть полный комплекс. Александр, расскажите, пожалуйста, вот такое название «Елочка». Это вы сами придумали? Нет, не придумали. На самом деле, раньше на этом месте находился пионерский лагерь под таким названием «Елочка». Не стали его менять, потому что, ну, многие жители Воскресенского знают это место именно как «Елочка». Поэтому, чтобы, ну, людям долго не объяснять, это очень удобно. Ну, если кому-то местным говоришь, где «Елочки», они уже понимают, где это находится. А вот вид территории, вид отеля, так это все было изначально, или вы что-то как-то немножко поменяли? Да нет, мы все тут все с нуля делали, и поэтому, да, тут было одно здание, которое мы реконструировали. А все, что новое, да, это все уже у наших рук дело, скажем так. Ну, здесь сейчас очень красиво на территории, очень облагорожено. Я смотрю, что очень много красивых дорожек, мы по ним прогуляемся. на территории. Какое-то рядом озеро может быть? Гоголь у нас довольно-таки историческое место, потому что буквально в километре, даже, наверное, меньше от нас, находится старинная усадьба Спасская. Известна она тем, что в последний год своей жизни здесь гостил Николай Васильевич Гоголь и писал свою знаменитую книгу «Мертвые души», второй том, который он не закончил, к сожалению. На гостю у нас здесь у своей приятельницы Александры Осиповны Смирновой. Вот. И есть предположение, что прогуливался и по нашей территории в том числе. И вот на нашей территории есть очень красивый старинный дуб, которому даже не знаю сколько, нет, несколько сотен лет, я думаю. И вот есть предположение, что Гоголь, прогуливаясь, мог бы вот в тени этого дуба отдохнуть, там, выпить чашечку кофе. Ну, мое предположение. А вообще, есть исторический факт, переписка тех лет, что он действительно любил прогуливаться из имения Спасская, ближайшего от деревни Маришкино. Сохранилось до наших лет это название. Вот он любил здесь гулять и посещал церковь, которая находится напротив, на правом берегу Москва-реки. Получается, действительно, историческое место и очень красивое, и дуб как реликвия. Да, мы… Потому что он очень красивый. Да, мы обязательно его сохраним, придумаем, что сделать там рядом, красиво его оформим. Но он сам по себе очень красивый. Красивый. Большой, очень раскидистый. Да. Ну, вот и наш дуб, который мы искали. Дойдем к нему? Дойдем, конечно. Если уже прошли по всем тропинкам, осталось буквально 50 метров, конечно, пойдем. Вот если мы говорим по поводу организации каких-то торжеств, в частности свадеб. Есть ли какой-то вот временной потолок, когда уже гости не должны шуметь или все-таки веселье может продолжаться? Так как у нас закрытая территория и, в принципе, на достаточном отдалении от жилых домов, мы никак не ограничим наших гостей по поводу громкой музыки, танцев и всего остального. То есть можно до 12, можно до утра? Можно хоть до утра, хоть к углосуточно. А свой диджей? Пожалуйста. На усмотрение гостей. Очень, очень редкий вот такой момент, действительно, когда нет какого-то жесткого графика и можно по настроению всю ночь отмечать. Да, абсолютно. В этом наш плюс. Здесь очень красивые у вас дорожки, они достаточно широкие, асфальтированные. Если, например, мы бы привезли свои велосипеды или электросамокаты, возможно это? Да, конечно, возможно. У нас большая территория, есть где покататься и, более того, в темное время есть подсветка, то есть это безопасно и можно кататься по всей территории. Замечательно, потому что сейчас практически у большинства активный образ жизни, спортивный, вот вопрос актуален. Поэтому, да, ну замечательно. Александр, а есть ли тут парковка для гостей отеля и количество машин? Да, конечно, у нас охраняемая территория, соответственно, охраняемая парковка приблизительно на 30 автомобилей на сегодняшний день, да. Александр, расскажите, пожалуйста, вот территориально, где вы находитесь? Ближе к Москве или ближе к какому-то вот городу? Мы находимся в Московской области, порядка 70 километров от Москвы, по направлению на Рязань. Мы находимся также, наверное, в четырех километрах от города Воскресенск. От Москвы, например, в будние дни сколько обычно занимается дорога примерно? В будние дни, если от МКАДа, порядка полутора часов. Недалеко. А в какое время можно заселиться в отель? Есть ли такой вот жесткий график, как, например, вообще обычно в отелях, после 12 заселения, до 12 заселения? Да. Так как мы сейчас сдаем наш дом целиком под компанию, то есть мы всегда идем навстречу гостям, да. То есть стараемся сделать максимально удобно и время заселения, и время выезда. Это очень удобно, отлично. И скажите, пожалуйста, вот если, например, говорите о количественном таком сравнении, больше гостей из Москвы или все-таки из Подмосковья, для кого больше популярен ваш отель? Ну, примерно 50 на 50. Есть гости и из Москвы, и местные тоже приезжают. Местные больше приезжают провести какое-то мероприятие, праздник, москвичи приезжают и на 1-2 дня вот именно отдохнуть, подышать свежим воздухом, погулять. Ничего нам не хватает, да, в Москве. На сегодняшний момент уже вы открылись, да? Да. После условий самоизоляции? Ну да, в принципе, да. В завершение обзора нам очень хочется поблагодарить гостеприимный и уютный парк отель «Елочка» за наш чудесный отдых. А на сегодня мы прощаемся с вами, друзья. Оставайтесь на нашем канале. До новых встреч. Пока-пока. На сегодняшний день. forma-пока. На сегодняшний день. Wat đầuzuf Faz transition? Вечер referencing